Уважаемый председатель, уважаемые коллеги, благодарю организаторов за возможность участия в форуме. Заболеваемость смерти с рака лёгкого по сей день сохраняет лидирующие позиции. И мы знаем, что N-стадия существенно определяет прогноз жизни пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого. Для оценки N-стадии разработано множество алгоритмов предоперационного стадирования, в которой включены методы инструментальной, то есть неинвазивной диагностики, такие как компьютерная томография, позитронно-эмиссионная томография и сочетание PET-CT. Кроме того, в литературе упоминается возможность применения магнитно-резонансной томографии, в том числе в сочетании с PET для оценки N-стадии, а также двухэнергетической компьютерной томографии. Итак, компьютерная томография с внутривенным болезненным контрастированием является обязательным компонентом предоперационного обследования любого пациента с подозрением на рак лёгкого. Помимо локализации структуры, размера первичной опухоли, а также состояния паранхимы в целом, метод позволяет оценить диаметр лимфатических узлов. И критерием возможного метастатического поражения выступает диаметр короткой оси лимфатического узла, превышающей 10 мм, измеренной в акселярном сечении компьютерной томограммы. При этом параметры диагностической значимости метода существенно колеблются в большом диапазоне. А невысокие показатели предсказательной ценности положительного и отрицательного ответов свидетельствуют о том, что нет такого размера лимфатического узла, который нам указывал бы окончательную стадию заболевания. В связи с чем пациенту должны быть выполнены другие, более точные методы предоперационного энстадирования. В частности, позитронно-эмиссионная томография в сочетании с компьютерной томографией. Метод обладает как преимуществами КТ с точки зрения визуализации, так и преимуществами ПЭТ с точки зрения метаболической верификации, позволяя оценить уровень поглощения радиофармпрепарата. Параметры диагностической значимости метода превышают параметры компьютерной томографии, особенно это касается предсказательной ценности отрицательного ответа, в связи с чем пациентам с неувеличенными и ПЭТ-негативными лимфоузлами можно выполнять хирургическое вмешательство первым этапом без необходимости применения инвазивных методов. Однако метод имеет ряд ограничений, среди которых высокая частота ложноположительных результатов, обусловленная реактивной лимфоденопатией и гранульматозным поражением лимфатических узлов, а также ограничена разрешающая способность метода, и проблемы представляют ПЭТ-негативные опухоли, при которых не стоит ожидать метаболической активности в лимфатических узлах средостения. Альтернативными методами инструментального стадирования выступают МРТ и ПЭТ-МРТ. Параметры диагностической значимости этих методов сопоставимы с результатами применения ПЭТ-КТ, и эти методы не нашли широкого клинического применения по сей день. Интересно, на мой взгляд, представляется применение двухэнергетической компьютерной томографии в рамках определения Н-стадия. Чувствительность методики до 94% недостижима ни для одного другого метода неинвазивного Н-стадирования. Плавный переход к методам инвазивного стадирования. Среди них выделяют эндобронхиальную ультрасонографию, эндоскопическую ультрасонографию, их комбинацию с тонкоигольно-аспирационной биопсией, а также видеомедиастеноскопией, видеоассистированную медицинальную лимфоденоктомию, транссервикальную расширенную медицинальную лимфоденоктомию и видеотаракоскопию. Мы поговорим о тех методах, которые открывают доступ к как правому, так и левому отделу центрального средостения. Показаниями к их применению, помимо дискретного увеличения лимфатических узлов, уровня Н1, Н2 и Н3 является метаболическая активность в этих лимфоузлах, а также случаи высокого риска скрытого метастазирования при периферических опухолях, превышающих 3 см в диаметре, при центральных формах опухоли. Кроме того, показания к применению инвазивных методов – это отсутствие ПЭД в рамках предоперационного обследования пациента. Актуальность применения инвазивных методов продемонстрировала работа группы авторов из США, которые установили, что пациенты, которым инвазивные методы применялись, обладают лучшим прогнозом выживаемости. Первым этапом, согласно алгоритму ЭСМА, рекомендуется применение эндобронхиальной ультрасонографии или ЭУС с тонкоигольной аспирационной биопсией лимфоузлов. Но мы с вами знаем, что при отсутствии лимфоденопатии при Н0 и Н1 стадии параметры диагностической значимости ИБУ сколеблются в достаточно широком интервале, и в целом их нельзя назвать удовлетворительными, в то время как диагностическая значимость медиастеноскопии не зависит от клинической Н-стадии. Именно поэтому эксперты ЭСМА рекомендуют проверять отрицательный ответ ИБУС и ИУС с помощью видеомедиастеноскопии, считая этот метод с наивысшей ценностью, прогностической ценностью отрицательного ответа. Несколько другая трактовка этого же алгоритма встречается в руководстве Европейского общества таракальных хирургов. Во-первых, эксперты не настаивают на обязательной проверке отрицательного ответа ИБУС и ИУС, если был соблюден положенный протокол эндосонографической пункции лимфоузлов. И во-вторых, авторы справедливо полагают, что лимфодиссекция способна повысить точность хирургического инстагирования по сравнению с классической биопсией лимфоузлов, выполняемой при медиастеноскопии. Они как бы намекают на возможность применения таких методов, как ТЭМЛА и ВАМЛА. Однако в самом тексте рекомендаций мы встречаем, что данные по применению этих методов ограничены, и их использование вне клинических исследований не рекомендуется. Начнем с метода ТЭМЛА. Это авторская методика доктора Маршина Зелинский из города Закопаны, Польша. Предполагается использование хирургического видеомедиастеноскопа и дуги с крюком, которые позволяют приподнять грудину и расширить верхнюю грудную апертуру. Метод открывает доступ к лимфатическим узлам с первую по восьмую группу средостения включительно. Методика ВАМЛА впервые была анонсирована Мартином Хёргеном в 2002 году. Автор сообщил о чувствительности по выявлению энметастазов 94% и риске ложно-отрицательных результатов менее 1%. В 2007 году Рамон Рами-Порта образно назвал ВАМЛА и ТЭМЛА супермедиастеноскопией, считая, что эти методы могут стать новым золотым стандартом хирургического инстагирования. Однако по сей день мы видим, что география применения обоих методов не так широка, и центры, применяющие технологию, можно пересчитать на пальцах рук. С 2017 года в стенах институтов тезиопульмонологии города Санкт-Петербурга в рамках клинического исследования мы начали применять ВАМЛА и использовали метод не только для верификации медицинальной лимфоденопатии у пациентов с отрицательным результатом ИБУС, а также в случаях высокого скрытого риска регионарного метастазирования и у пациентов с левосторонним раком легкого. Доступ средостей неаналогичен к классическому доступу при медиастеноскопии. Лимфодиссекцию мы начинаем, как правило, с бифуркационной группы, выделяем лимфатические узлы от проксимального отдела правого и левого головного, на протяжении порядка трех сантиметров. Передней границей лимфоденоктомии выступает перекартой легочной артерии, сзади нас ограничивает пищевод и правая медицинальная плевра. Обратите внимание на бимануальность техники, и все лимфатические узлы удаляются единым блоком с окружающей жировой клетчаткой. Работа в левой паратрахиальной области требует прецизионности. Здесь выполняется экстезионная биопсия каждого лимфатического узла. Это связано с близостью предлежания возвратного гортанного нерва и с необходимостью избежать его как контактной термической, так и механической травмы. Лимфатические узлы удаляются целиком. В правой паратрахиальной области после вскрытия претрахиальной фасции мы визуализируем верхнюю полую вену, правую медиастинальную плевру и лимфатические узлы с окружающей жировой клетчаткой отслаиваем в каудальном направлении. Стараемся удалять единым блоком лимфоузлы 2Р и 4Р. Для освоения новой для нас методики потребовалось порядка 30 вмешательств, в течение которых отмечались как единичные недоудаленные лимфатические узлы, как правило, в одной из станций центрального средостения, так и большинство случаев осложнений. Единственным осложнением в нашем опыте выступила односторонняя порез возвратного гортанного нерва. С течением времени продолжительность вмешательств сокращалась, а объем лимфодисекции оставался стабильно высоким. Итак, что же нам дала вамла с точки зрения предоперационного инстадирования? Для этого мы провели ретроспективное сравнительное исследование пациентов с немелкоклеточным раком легкого, которых разделили в зависимости от применяемых методов инвазивного стадирования. После применения псевдорандомизации оказалось, что для доступных групп лимфатических узлов вамла существенно превышает чувствительность ИБУСа и видеомедиастеноскопии. Безусловно, показатели, стремящиеся к 100%, не могут вызывать удивление или восхищение. Но так или иначе, согласитесь, что если после выполнения лимфодиноктомии шейного доступа мы не видим ни одного лимфатического узла, то и нет риска получить ложно-отрицательный результат с точки зрения определения инстадии. А если все-таки лимфоузлы остались, то, наверное, это не совсем вамла. В нашем опыте те единичные неудаленные лимфоузлы на этапе освоения методики не содержали в себе метастазов, поэтому чувствительность метода не пострадала в данном случае. Параллельно мы установили, что вамла не оказывает негативного влияния на течение послеоперационного периода, но способствует сокращению продолжительности резекции лёгкого, так как избавляет от необходимости ревизии средостения и удаления медиастинальных лимфоузлов. Значит ли это, что вам нужно рекомендовать каждому пациенту с немелкоклеточным раком лёгкого? Безусловно, нет. Но если у пациентов с увеличенными липет-позитивными лимфоузлами вы выполнили ИБУС, не доказали их метастатическое поражение, сделали доступ в средостения, согласно алгоритму ЭСМА, дабы выполнить медиастиноскопию, и убедились, что лимфатические узлы не имеют экстракапсулярной опухолевой инвазии, то в этом случае мы рекомендуем выполнение именно лимфоденоктомии. Мы обошли вниманием группу пациентов с высоким риском скрытого регионарного метастазирования. В нашем эксперименте ни централизация опухоли, ни Т-стадия, ни средний диаметр периферической опухоли не оказали существенного влияния на риск метастазирования лимфоузлы уровня Н2-Н3. Однако при стадии Н1 мы отметили, что более 30% всех пациентов имеют метастазы уровня Н2 и даже Н3. Как мы помним, диагностическая значимость ИБУСа у этой категории больных ограничена, а в группе больных с Н1 чувствительность ИБУСа у нас составила всего лишь 25%. Именно поэтому у пациентов высокого риска, в частности при стадии Н1, определяем по данным КТ или ПЭТ-КТ, мы также рекомендуем вамла при отрицательном результате эндобронахиальной ультрасонографии. Что мы получили на выходе, это больший уровень выявления скрытых метастазов в регионарных лимфоузлах в группе, которая выполнялась вамла. Наши данные соответствуют данным Сергея Колла и группе авторов, которые являются экспертами с точки зрения хирургического стадирования. Они также рекомендуют применение вамла в случаях высокого риска скрытого регионарного метастазирования. Ну и, наконец, вамла способна играть и лечебную роль, так как установлено, что билатеральная лимфодисекция способствует улучшению пятилетней выживаемости, причем наиболее значимый прирост у группы пациентов с опухолью нижней доли левого легкого. Таким образом, подводя итоги, хочется отметить, что инвазивное стадирование является неотъемлемым компонентом предоперационного обследования у больных с высоким риском лимфогенного регионарного метастазирования. При отрицательном результате ИБУС и ИУС у пациентов с N1 стадии вамла позволяет выявить больше скрытых метастазов, в том числе уровня N3. И мы считаем, что вамла должна войти в алгоритм предоперационного инвазивного инстадирования пациентов с неимелкоклеточным раком легкого. Я благодарю за внимание. Продолжение следует...